Удивительно, как каждый элемент стал коллаборацией. Я Сана Сыпанин, дизайнер волос. Я Ребекка Ли, визажист. Раз работаю с Саной и Ребеккой. Без стеснения обменивались идеями. Их, я их люблю. Рада наличию штата, делающего лица со храмами и шарфы. Я выросла в Японии. Смотрела фильмы про самурайцев. Никогда не думала, что буду носить на это. Гордость за участие в шоу с азиатским происхождением. Не было возможности работать над шоу с таким представительством. Актерский социал почти полностью из азиатов для мировой аудитории. Общество Японии 1600-х имело специфический облик. Полосы – важная часть иерархии. У нас все. От залих деревенских работников до изысканных лордов и леди во дворце. В 16-17 веках макияж был ограничен. Мы экспериментировали с цветом кожи и губ. Аутентичность крайне важна для этого шоу. Тремятся создать подлинный продукт. Как создать что-то подлинное без фоц. Изучали много фигов. Смотрели, что работает сегодня, а что нет. Эту лысину покрыли хабутай, подобно масляной бумаге. Это японская лысая шапка. Тонкий шонг, обработанный воском, нанесли на голову, обернули ремнями. Когда у нас бывают сотни самураев, и мы не знали, как мы все это осуществим. Счастье, что японские техники, которые работали на шоу, нашли решение. Техники обучили нашу команду управлять и шедеврами. Как они чтят свое ремесло, и есть искусство. У нас была замечательная советница Мичи-сан из Япсюни. Мичи-сан смогла создать многое, несмотря на ограничения. Но она сумела создать многое. Она сумела создать многое. Много узнали из Японии, на следующий культурный обмен, в отделах причесок и макияжа с японцами. Они знают этот временной переписок так хорошо. Невероятно иметь их рядом, ведь мы тесно с ними сотрудничаем. Каждый парик и волосы укладываются и стилизуются. Места для игры с париком мало. Как только он стилизован, он должен оставаться таким же. Мы хотели больше экшена и приключений в наших насториях. Мы хотели, чтобы волосы распосыкались, выглядели растрепанными и переживали то, что переживает персонаж. Мы испробовали много способов, особенно для Чунмага-парня. Мы решились на микс, так что восток встречается с западом на моих волосах. Вот парик Хиросанады. Это известно как Ахатсумаг. Это полный парик. Этот хвост, который стоит, известен как маг. Его цвета черный и золотой. Все шнуры соответствуют цветам его костюма. У нас есть тысячи шнуров и тысячи цветов и текстур. Для создания этих слонных резинок для волос. Вот парик Хиросанады для Атибы волосы. Атибы очень особенные. У них красивые дрэдровки. Все это изготовлено вручную и вшит в шифарик. У нее самые омориные волосы. Она ведь сама высока в нашем мире. Думаю, дух Ачибы видеть ее волосах. Волосы моряко достигают моего бедра. Для каждого кимоно, что я носила, подобрала красивую ленту. И выбирали яркое для контраста. Иногда хотели простосты, чтобы кимоно было в центре внимания. Забавно было с волосами Анны. Такую прическу можно эффект представить на подиуме. Но в 16 веке в Японии она будет выглядеть естественно. Калис от души. Создавать ее образ было забавно. Да. Опыт Шагуна монументален. Думаю, это, наверное, одно из самых больших шоу. Мастерство, красота, декорации. Все кинематографично и таит в себе красоту. Вершина моей карьеры. И когда не забудем. Субтитры создавал DimaTorzok